В Варьогане снова соревновались в гребле на обласах. Национальный праздник здесь провели уже 42-й раз. Сюда приехали спортсмены из Агана, Корлика, Флорьяка, Ахтиури, а также команда спасения Югры. Перед стартом проводят обряд поклонения воде и начинаются состязания. Все прибыли со своими болельщиками, которые как могли поддерживали гребцов с берега. Корлики! Корлики давай! Ирома! Ирома, давай жми! Соревнуются в нескольких возрастных категориях, устраивают одиночные парные заплывы. Отдельной строкой самое зрелищное – эстафета. По словам участников, когда гребля на обласах стала видом спорта, национальные лодки начали делать более узкими для скорости. И оттого менее устойчивыми. Поэтому не обходится и без опрокидываний. На этот случай на воде дежурят спасатели. Победители турнира отправятся на окружные соревнования в составе сборной Нижнего Артовского района. Там у них будет шанс отобраться на всероссийские международные состязания. Встреча на обласах – это наш древний способ плавания по воде. Поэтому для того, чтобы не забыть, как плавать, как сидеть в области, поучаствовала как участник соревнований за команду спасения югуры. Мне мои результаты нравятся. Шла четвертая, но для первого раза я думаю, что это неплохо. Тем более я соревновалась с аборигенами, которые уже не первый десяток лет участвуют. Сегодня за это время первый раз села за область. Думала, забыла все, но нет. Видно память, память организма, мозга есть какая-то, мышцы. Села, поехала. Слава Богу, не перевернулась. Это больше всего меня радует. Я так не хотела купаться. Из двух сотен выпускников Лангипаса 35 окончили школу с золотой медалью. Образно говоря, без ошибок написали сложное предложение школьных лет и поставили красивую точку. Дальше еще более сложный текст. Отличников, как гордость города, чествовали в местной мэрии. Поздравляя, напомнили, что их ждут здесь сначала на учебной практике, а потом после окончания вуза жить и работать. Ведь такие добросовестные, оттого успешные люди на вес золота в любом муниципалитете. К слову, среди медалистов немало и тех, кто смог получить на итоговой аттестации максимальный балл. На самом деле отличникам быть очень тяжело, потому что необходимо успевать все сделать. Много учить разной информации, также готовиться к экзаменам. А все это вместе совмещать очень тяжело. Я буду вспоминать своих учителей, которые меня любили, которых я любила. Буду скучать, наверное, по школьным годам. Это приятное время. Югорчан призывают помочь мальчику с редким заболеванием. В округе объявили срочный сбор средств на лечение. У пятилетнего Жени Колесниченко острый лимфобластный лейкоз. Страшный диагноз мальчику поставили в 2019 году, когда Жене было всего два года. Он прошел полный курс лечения в Нижневартовской детской окружной больнице. Но после ремиссии рак вернулся с осложнениями. Было решено ехать лечиться за границу. К сбору средств подключился благотворительный фонд «Благодарю». Женя с мамой отправился в Израиль. Здесь у мальчика начались осложнения. Тромбы в головном мозге, инсульт, диабет, менингит. Сейчас сумма сбора составляет почти 26 миллионов рублей. Банковские реквизиты, по которым можно отправить деньги, размещены на сайте медиахолдинга «Югра», а также в официальной группе благотворительного фонда «Благодарю» в соцсети ВКонтакте. Продолжение следует...